Приветствую тебя, дорогой мой друг, на новой серии по прохождению пути бомжа. Сегодня у нас с тобой очень интересный выпуск. Мы посмотрим, по моему мнению, самую худшую работу на Аризоне. Ну и посмотрим, сколько на ней вообще можно заработать за определенное количество времени. Ну а сколько именно времени мы с вами потратим, вы узнаете в конце видеоролика. Ну и конечно, что за работу вы тоже узнаете в конце видеоролика. А сейчас меня ждет очень непростой путь игрока, который спустя несколько недель зашел на Аризону и у которого нету прав. Я отдал таксисту целых 30 тысяч долларов для того, чтобы он меня довез до автошколы в Сан-Фьерро. От спауна у меня, собственно, в Лас-Вентуросе и думаю, вы понимаете, что добраться до Сан-Фьерро в час ночи достаточно сложно. Ну а я на Аризону могу зайти только в час ночи. Ну вот не хочется мне играть днем. Ну а если вы все-таки соскучились по моим выпускам Пути Бомжа, то давайте поставим этот лайк, который находится под видеороликом, напишем комментарий, который также пишется под видеороликом. Ну и, наверное, подпишемся на канал, если вы этого еще не сделали, потому что чем больше у меня подписок на канал, чем больше лайков и чем больше у меня актива под видеороликами, тем больше мне хочется снимать эти видеоролики. Так что, ребятки, давайте. Я вам контент, а вы мне лайки, подписки и комментарии. Договорились? Ну а теперь поехали смотреть видеоролик. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Короче, пока я делал приветствие, я решил сделать вот так и идти в сторону стены. Да, не знаю, зачем я это делал. Мы все-таки не находимся во вселенной Гарри Поттера, и в стенку мы с вами пройти не сможем. Поэтому мы разворачиваемся, идем в автошколу и получаем снова права, которые на Аризоне любят у меня пропадать, и мне приходится каждый раз заново их делать. Вроде как, если я не ошибаюсь, нужно сперва что-то там оплатить, что-то там сделать. Ну да. Заходим, сдаем, едем по городу там, маршрут проезжаем, и, в общем, все будет у нас по красоте. И после этого мы с вами сможем спокойно посмотреть работу, которую я вам сегодня приготовил. Ну и, собственно, вы можете меня поздравить. Я немного дурак. Да ладно! Потому что я вспомнил, что у меня права есть. Потому что я заходил на Аризону, я их получал и случайно об этом забыл. У меня отбирали эти права полицейские. Я эти права потом спустя несколько дней, когда я не хотел играть, я зашел, получил права и вышел. И вот эта надпись в чате, что у меня уже есть водительские права, она мне об этом напомнила. Ну а раз у меня есть водительские права, то давайте сгоняем сейчас в центр занятости Сан-Фьерро, устроимся на работу, и, наверное, все-таки приступим к этой работе. Ну что, мы с вами быстренько подогнали к центру занятости. Давайте в него быстренько зайдем и также быстренько устроимся на работу. Но для начала мы с вами уволимся с одной работы и устроимся на другую. А устроимся мы с вами, собственно, на работу водителя трамвая. Казалось бы, красиво звучит, нормальная такая работа, кататься по Сан-Фьерро, типа, ну, никаких проблем не должно быть, должна быть прикольная работа. Такая же, как, наверное, машинист электропоезда, ничем не отличающаяся. Давайте это все проверим. Ну и, кстати, пока я буду ехать до депо, которое здесь недалеко находится, я бы хотел немного себя пререкламировать, а точнее, ник своего персонажа. Если вы посмотрели мой видеоролик, и вы такие захотели поиграть на Аризоне, а именно на Аризоне РП Меса, то будьте добры, пожалуйста, введите мой ник в поле пригласившего вас игрока, после чего мне придет определенная сумма за то, что вы ввели данный ник. И если вы захотите, эта сумма может оказаться вашей. Вам просто нужно будет написать в комментарии или же написать мне личные сообщения ВКонтакте, прислать скрин, и я вам передам эти деньги. Так что, ребятки, участвуем в этой акции, в этой викторине, я не знаю, как это назвать. Короче, зарабатываем деньги, вводим всего лишь для этого ник пригласившего игрока Спенсер Джеймс, и все будет чики-пуки. Ну и, собственно, кстати говоря, наверное, все уже знают, где находится депо этих трамваев в городе Сан-Фьерро. Здесь никакой проблемы ни у кого не должно быть. Все, мы вот так подъезжаем, мы вот так вот сюда заходим. Здесь стандартная система, точно такая же, как на поездах, где у вас есть список из очереди, которые в игроке стоят, и, собственно, нам нужно для начала переодеться. Ну и в большой надежде на то, что мы, кстати говоря, единственные, кто сейчас решили обработать трамвай, мы нажимаем сюда, нажимаем выбрать, выбрать, и нам сразу дает с вами трамвай. Ну и небольшой спойлер, тут вот школа танцев, да, обновление было на Аризоне. Обязательно. В следующей серии все это дело вам покажу, расскажу, объясню, ну и сам посмотрю, как это все устроено. Ну а мы с вами подъезжаем к первому чекпоинту, останавливаемся, здесь у нас трамвайчик, здесь мы видим с вами ботов, которые будут садиться к нам в трамвай. В общем, реализовано, как бы красиво. Трамвай на остановке есть, есть пассажиры, ну то есть неплохо. Почему мне эта работа не нравится? Для начала давайте мы вспомним, что машинист электропоезда получает 70 тысяч буквально за 10 минут езды. Мы с вами отправились на маршрут ровно где-то в 2 часа и 4 минуты, плюс-минус пускай вот так будет. И мы вспоминаем, сколько там остановок, и насколько там немуторно это все дело делать. Вспомнили? Вспомнили. Ну а теперь давайте я буду, наверное, периодически включаться и рассказывать, что вообще интересного происходит, и буду вам говорить о том, почему эта работа, собственно, плохая. То есть вот так вот растянем момент нашей поездки. Ну и первая причина, почему мне не нравится данная работа, это посмотрите, сколько нам нужно проехать остановок. 16 остановок. Если вы думаете, что, ну да, конечно, камон, о чем ты, это же трамвай, там много остановок, проедешь их быстро, нет, нифига себе подобного, вы будете через каждые несколько километров, метров останавливаться. Остановки эти вам будут уже надоедать после где-то, наверное, шестой. Это, ну, нереальная тема, когда вы только вроде разогнались, только вроде набрали максимальную скорость на этом трамвае, и у вас остановка. А если вы ее еще проезжаете, вам нужно сдавать назад, и это еще больше раздражает. Так что здесь история с остановками достаточно отрицательная. Ну вот, посмотрите, какое мы расстояние проехали, здесь уже новая трамвайная остановка. Ну, вроде реалистично, вроде да, но такое себе. Итак, мы с вами определили первые моменты, почему я считаю, что это одна из самых худших работ. Это очень большое количество остановок. Хотя, да, это реалистично, но это все равно пускай будет минусом. Второе, это то, что трамвай очень быстро разгоняется до той скорости, которая не разрешена. То есть, вы не можете ехать достаточно быстро. Но, с другой стороны, слишком частые остановки все равно вам не позволят ехать слишком быстро. Следующее, о чем тоже хотелось бы поговорить. это то, какая здесь зарплата. Зарплата здесь настолько нищебродская, что это того не стоит. То потраченное время, которое вы потратите на этом трамвае, оно не стоит того. Потому что на электропоезде вы проедете маршрут быстрее, и на электропоезде вы заработаете во много раз больше. Не, я, конечно, хотел вам показать работу водителя трамвая. Я хотел вам показать, даже сколько можно заработать водителем трамвая. Но, даже сам сервер, сама игра, и все тому подобное намекает мне о том, что, камон, чувак, зачем ты ездишь на трамвае, когда есть поезд? И, действительно, зачем я это делаю? Я все равно вам покажу, сколько можно заработать на трамвае. Я сейчас перезайду в игру, собственно, все это дело оформлю. Но вот такая вот подстава, причем меня кикнуло просто так, я не знаю. Ну, собственно, именно поэтому данный видеоролик будет именно о том, что это самая худшая работа на Аризона РП. Ну и да, как вы думали, а как я буду добираться до трамвая, чтобы сделать этот круг и показать вам, сколько я заработал? Мне придется для начала добежать до аренды автомобилей, потратить больше, чем я сейчас заработаю на трамвае и сказать вам в итоге, что это действительно самая худшая работа, на которой, по крайней мере, я работал на сегодняшний день. Я, конечно, ни на что не намекаю, но эта игра надо мной издевается. Я пытался получить права, потому что был уверен, что я их получил, а я их получал. Мне написали, что у меня уже есть водительские удостоверения. Я пытаюсь сесть в автомобиль, мне пишут, что мне нет лицензии на вождение. Чё, блядь, с этой игрой не так, не понимаю. Что это, блядь, вообще такое? Это пиздец. В общем, ребятки, давайте так. Я вам, честно, хотел показать данную работу. Я вам, по сути, её показал. Я показал механику, я показал, как устроиться, я показал, где взять трамвай, я показал, как она выглядит, показал интерфейс и не показал только лишь, сколько можно заработать. В итоге, среднее время, которое потратите вы на один круг, будет составлять где-то примерно 12-15 минут. В зависимости от того, как вы будете отвлекаться и как быстро вы будете реагировать на следующие чекпоинты. Окей. На поезде мы затрагиваем где-то, затрачиваем, точнее, плюс-минус где-то 10 минут. Некоторые могут уложиться даже в 8 минут. Окей. С этим всё понятно. На работе трамвая за 12-15 минут мы с вами заработаем 12 тысяч долларов. Если я, конечно, ошибаюсь и кто-то зарабатывал больше, то вы можете написать в комментарии, сколько точно там можно заработать. В итоге, что мы имеем? 12 минут мы получаем с вами 12 тысяч. 10 минут на электропоезде мы с вами получаем при той же механике, при тех же остановках, всё то же самое, только вокруг города, вокруг всех трёх городов мы получаем с вами 70 тысяч. И здесь возникает вопрос, а зачем нам вообще нужен трамвай? Мы с вами сможем спокойно взять электропоезд, там не нужны дополнительные лицензии и мы с вами спокойно сделаем круг и получим целых 70 тысяч. Да, там есть конкуренция, да, там много игроков хочет работать, но никто не отменяет фактор удачи, никто не отменяет то, что некоторые могут зайти просто специально на часик, там, ближе к вечеру, когда онлайн становится ниже и заработать эти деньги. Поэтому здесь вопрос плюс-минус. Поэтому я искренне перед вами извиняюсь за то, что надо мной издевается игра. Я честно показал в начале видеоролика, что я получил права, точнее, хотел получить права, потому что я был уверен, что их у меня нету. Потом мне игра сказала, что у тебя есть права и они тебе не нужны, на что я примерно вспомнил, что я да, заходил и я вроде как получал даже права. Окей. Я перешел в игру, потому что меня кикнуло на работе, которую я хотел вам показать. Я перешел, чтобы добежать до аренды автомобилей и я не смог арендовать автомобиль по причине того, что у меня нет прав. Если вы понимаете, как это и с чем это все взаимосвязано, скажите мне, пожалуйста. Я не понимаю прикола данной игры. Я сомневаюсь, что именно в эту секунду, именно в этот момент у меня закончились права, которые я собственно продлевал. И собственно вот такая вот Arizona Roleplay сервер Mesa. Ник на сервере Spencer James. Не забываем его вводить в поле пригласившего вас игрока. Ну а на этой нотке я наверное с вами прощаюсь. Я благодарю вас за просмотр данного видеоролика. Я надеюсь, что вы его оценили по достоинству. Ну а если вам что-то не понравилось, я надеюсь, что вы об этом написали в комментарии. Ну а также я постараюсь вам дать обещание, что следующий выпуск выйдет в течение этой недели, ну или просто в течение семи следующих дней. Я хочу чуть больше снимать сампы, я хочу чуть больше снимать другие игры, и если у меня будет такова возможность, это будет. Хочу, так сказать, немного поднять актив на своем канале, и я очень надеюсь, что у меня это получится, а вы мне в этом поможете. Ну а я с вами прощаюсь, всем удачи, и всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok